С вами Наталья Мополо и сегодня я покажу вам как создавать схемы самостоятельно для бисероплетения, для плетения кирпичиком, либо прямого плотного плетения, либо на станке. Вам необходимо будет скачать программу, называется она BitTool 4, вот она у меня такие бисеринки на экране, вы можете видеть сейчас. Но программа эта, вот я сейчас ее раскрою, эта программа является платной, а данная версия, которая у меня есть, которую я вам показываю, она демо-версия, бесплатная. То есть бесплатно вы можете, конечно, скачать, попробовать, как она работает, все посмотреть, но что-либо сделать здесь и сохранить, либо распечатать вы не сможете, поскольку эти функции доступны только после покупки данной программы. Данная программа стоит недешево, она стоит порядка 50 долларов где-то, поэтому выкручивались мастера, как могли, да, кто на что гораст. То есть раньше мы нажимали кнопку, фотографировали, делали снимок экрана, открывали самый простой редактор и уже в редакторе вставляли данную картинку и сохраняли. Но после разрабы изменили что-то в этой программе и данная функция стала недоступна. И что же все-таки делать? До сих пор оставался такой вопрос, что делать, но люди нашли выход, скачивали данную программу в демо-версии и далее вот составляли схему. То есть здесь все как обычно, как в любом редакторе, вот допустим, начинает всегда, я начинаю с заливки, то есть общий фон. Здесь цвета предоставлены справа, то есть заливаем основным фоном, далее выбираем карандашик, как пользоваться, да, бегло покажу вам. То есть выбираем тоже цвет и далее мы составляем рисунок, тот, который нам нужен. То есть по клеткам тут как бы все понятно, тут без вопросов, тут все ясно, четко понятно. Ну а что же делать, как же сохранить все-таки то, что мы уже нарисовали, допустим, предположим. Да, кстати, здесь есть еще функция добавить картинку. Кто-то спрашивал из моих подписчиков, как же это сделать. Вот в этой программе есть вот такая вот вкладочка picture. Вот нажав сюда, открывается окошко вашего компьютера, да, где вы сможете выбрать то изображение, которое вам нужно. То есть там изображение чего-либо, кого-либо, то, что нужно вам вставить. Ну вот у меня, ну нет пока никаких изображений, не могу показать, ничего выбрать, почистила компьютер, извините. То есть сюда, нажав на эту кнопку, вы выбираете ту картинку, которую вам нужно сюда подложить под эту сетку. Открывается картинка, вы ее подкладываете и по клеточкам все это дело заполняете. Но опять же, сохранить не получится никак. Как выхожу из положения я и как выходят из положения другие мастера, мы просто нарисовав нужную нам схему, нужный нам какой-либо элемент, мы эту схему фотографируем фотоаппаратом, либо телефоном и снова заливаем ее в компьютер. Да, трудно, да, сложно, но пока только так. То есть другого варианта какого-то я пока предложить вам не могу, поскольку это единственный такой вариант, который, собственно, доступен в этом варианте такой программы. Здесь все просто, разобраться легко, элементарно. Цвета бисера, то есть здесь у нас по горизонтали, по вертикали, добавляем клеточки, либо уменьшаем, то есть размер. Здесь все понятно. Если вам не подходит такой вариант, если вам не нравится так, слишком заморачиваться вы не хотите, значит, открываем поиск, открываем ваш браузер, который у вас установлен, и просто забиваем в поисковике картинки по клеточкам. И поисковик выдает вам все картинки, которые только есть по клеточкам. То есть вот примитивные схемы для плетения кирпичиком, либо прямого плетения. То есть можно взять уже готовый рисунок, предположим, вот эту розу, либо как-то ее изменить, доработать, добавить листочек там, либо наоборот убрать его. Ну, то есть это уже на ваше усмотрение. Кроме этого, можно также в поиске задать следующие картинки, вернее, не так, схемы для вышивки крестом. Схемы для вышивки крестом. И то же самое мы находим. Здесь вот находит нам поисковик. Мы нажимаем картинки. И смотрим, что у нас здесь есть, что нам может помочь, пригодиться и подойти. То есть, конечно же, все схемы нам не подойдут, поскольку они огромные просто. Но есть вполне себе такие нормальные схемы, которые вот лично я использую. Вот, предположим, фиалки. Почему бы и нет? Почему бы не взять фрагмент вот этого цветка, допустим, с листочком, и не использовать его, предположим, в качестве сережек. Замечательно будет смотреться. Можно сплести. Можно сплести целый фрагмент такой, либо часть фрагмента. То есть, это уже на ваш вкус, на ваше усмотрение. Далее. Я встречала также в интернете. Девочка плетет герданы. Вот она просто берет обыкновенный лист в клетку и просто от руки рисует сама, самостоятельно схему. То есть, можно, как третий вариант, то есть, рисовать от руки по клеткам. Либо же использовать уже готовые схемы. Как я уже сказала. Либо же брать готовую схему и дорабатывать ее, переделывать под себя, под свои какие-то пожелания и предпочтения. Ну, а на этом все. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока! Спасибо!